Здравствуйте! Это программа о законах, которые регламентируют нашу жизнь. В ближайшие 15 минут поговорим о том, что нового произошло в законодательной сфере региона. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они должны будут проходить не реже одного раза в пять лет. Отметим, что переход к этой процедуре осуществляется поэтапно с 1 января 2016 года по 31 декабря 2025 включительно. Так, через год аккредитацию уже будут проходить лица, получившие высшее образование уровня ординатуры, бакалавриата и магистратуры, а также дополнительное образование по программу профессиональной переподготовки. А для тех, кто получил медицинское образование за рубежом, аккредитация станет обязательной в 2020. В России упрощена процедура получения налоговых льгот сразу по трем видам сборов для физических лиц – по земельному, имущественному и транспортному налогам. В соответствии с новыми требованиями законодательства, с 1 января 2018 года граждане могут подать заявление в любой налоговый орган, в котором указать, что они имеют право на льготу. Предоставлять какие-либо документы, подтверждающие их право, они не обязаны. Право предоставить этот документ за ними сохраняется, и налоговые органы его примут. Но если вдруг они его не предоставили, налоговые органы данные документы с них требовать не имеют права, и также отказывать в предоставлении государственной услуги они не имеют права. Все документы, начиная с 1 января этого года, запрашиваются путем межведомственного взаимодействия. Госдума начала сбор отзывов на две инициативы, призванные ужесточить наказание за шум по ночам. Первая предлагает ввести в Кодекс об административных правонарушениях штрафы за нарушение тишины. С такой инициативой выступило законодательное собрание Республики Карелия. Другой проект, внесенный группой депутатов, прописывает в ЖК «Ночные правила поведения в квартирах». Если вкратце, то нельзя шуметь. Эти поправки объявляют вне закона ночной ремонт, громкую музыку и все, что нарушает наш покой после заката. Будет внесена жесткая формулировка. Жилые помещения являются объектами, на которых должны обеспечиваться тишина и покой граждан в ночное время. А также депутаты планируют прописать, что конкретно нельзя делать в темное время суток. Например, включать во дворах автомобильные сабвуферы. Заниматься же нарушителями покоя сможет полиция. Отметим, что проблема со штрафами за нарушение тишины возникла после реформы МВД, когда вместо милиции была создана полиция. В прежнем МВД существовали подразделения муниципальной милиции. Именно сотрудники таких подразделений составляли протоколы на нарушителей тишины. Но в полиции, и это было принципиальное решение, все подразделения федеральные. Между тем, штрафы за нарушение тишины установлены в региональных законах. Так получилась коллизия. Для федеральных органов правопорядка местные правовые акты не указ. Полиция руководствуется федеральными законами. Так, статьи об охране тишины выпали из юрисдикции. Между тем, 4 года назад была внесена норма, по которой полиция сможет составлять протоколы за нарушение региональных норм, при условии, что между федеральным МВД и региональными властями будут заключены соответствующие соглашения. Но пока ни одного такого договора нет. Поэтому и предлагается поднять статус нормы о защите ночной тишины до федерального уровня. Добавим, что сейчас в проекте Заксобрания Карелии предлагается внести штрафы для шумных граждан от 1 до 2 тысяч рублей за нарушение тишины в период от 22 до 8 часов. Повторное нарушение будет грозить уже штрафом от 2 до 5 тысяч рублей. На прошлой неделе состоялось заседание Совета молодежного парламента при Новгородской областной думе. В руках молодых депутатов и активистов молодежных организаций области наконец оказался законопроект, который они долго ждали. О нем говорили и на государственном, и на региональном уровнях на протяжении нескольких лет. И теперь он оформлен в полноценный нормативный акт о молодежи и государственной молодежной политике в Российской Федерации. Но прежде чем принять проект, Совет Федерации намерен собрать предложение от молодежных объединений из всех субъектов страны. Председатель областной думы Елена Писарева призвала молодых коллег-парламентариев со всей ответственностью подойти к изучению документа и разработать свои поправки в будущий закон. Посмотреть, как это будет работать, кто это будет делать, какие ресурсы для этого нужны, что для этого необходимо создать, может быть, на уровне нашего субъекта, для того, чтобы он работал. И что необходимо сделать для того, чтобы его усовершенствовать, на ваш взгляд, если это необходимо. Разработка поправок в федеральный закон может стать путевкой в большую политику, подчеркнула Елена Писарева. Все официально оформленные предложения с указанием имени инициатора будут направлены в Совет Федерации. И в случае их принятия начинающие законодатели в какой-то мере станут соавторами важного для всей страны документа. И у новгородской молодежи уже есть идеи. Первое, что отметили члены парламента – расплывчатые формулировки статей закона. Чем сложнее человеку прочитать, узнать что-то, может быть, про себя в этом законе, тем менее доступен закон для конкретного человека. И это плохо. Расскажу конкретно про тему, которая для меня актуальна. Это наука и предпринимательская деятельность. Конкретно в Новгороде, в Новгородской области, узнать про какие-то гранты, субсидии, поддержку для научных сотрудников, для предпринимателей, можно. Но это нужно молодежи как-то пошевелиться. Молодежь у нас, как правило, неактивная. Если у нас будут законы писаться таким же образом, что его просто прочитать тяжело, у нас как бы молодежь будет продолжать быть и в нищете, и в призывании. Рассмотрели парламентарии и вариант поправки, при принятии которой молодые лидеры смогут принимать участие, например, в обсуждении проектов региональных бюджетов и других нормативных актов, влияющих на молодежную политику. В развитии концепции молодежной политики принимали участие представители крупных молодежных объединений Российской Федерации, например, предположим, движение КВН, волонтеры Победы, российские студенческие отряды, российский союз молодежи, которые имеют большую развитую систему, сетку по регионам, чтобы непосредственно в концепции развития стратегии принимали участие именно какие-то федеральные молодежные лидеры. Уверены молодые законодатели в том, что в проекте неверно указано само понятие, кого считать молодежью. Сейчас речь идет о людях в возрасте до 30 лет. С учетом того, что средняя продолжительность жизни сейчас у нас увеличивается, вы знаете, что идет разговор по этапному увеличению пенсионного возраста, мне кажется, целесообразно увеличить возраст молодежи до 35 лет. Не только в жилищных программах, но в принципе понятие категории молодежи. Эти и другие предложения в итоге вошли в проект поправок от молодежного парламента при Новгородской областной думе. Теперь он отправится в Совет Федерации для дальнейшего рассмотрения и возможного принятия. На прошлой неделе председатель Новгородской областной думы Елена Писарева посетила с рабочим визитом Пестовский муниципальный район. И сразу два образовательных учреждения в этот день отмечали юбилейные даты. В детском саду «Солнышко», которому в феврале исполнилось 40 лет, гостей встретили праздничным концертом. Воспитанники, не скрывая волнения, вышли на сцену перед любимыми воспитателями, чтобы ненадолго превратиться в маленьких волшебников и дружно исполнить песни. Нам не успел, ты один учебник, тот, кто честен, тот и смел, тот и есть волшебник. Елена Писарева искренне поздравила педагогический коллектив с юбилеем детского сада, их второго дома, которым всегда очень любят и ждут малыши. А воспитателю Людмиле Германовой спикер вручила благодарственное письмо председателя Новгородской областной думы за многолетний добросовестный труд. Не с пустыми руками пришел на праздник и глава района Дмитрий Иванов. Заведующий Зое Газетовой он вручил денежный сертификат. Через ваши сердца, через ваши души, через ваши руки прошли очень много достойных людей, которые уже сейчас занимают высокие посты, достигли очень высоких, не говоря даже про район, про область, а и российских достижений, потому что вы действительно вложили в них свое сердце, в свою душу. Зоя Васильевна, поздравить, вручить поздравительный адрес, вручить вам святы, также вручить сертификат на право получения денежной премии в честь вашего юбилея. Круглую дату в феврале отметила и одна из лучших школ Новгородской области, Пестовская средняя школа номер один имени героя Советского Союза Николая Ивановича Кузнецова. К своему празднику педагогический коллектив и ученики готовились долго и старательно. В рекреациях были организованы мастер-классы по живописи, изготовлению украшений из фоамирана и кукол из ткани. По соседству работала выставка из уникальных экспонатов быта советских школьников, парадная форма из темно-коричневого платья и белого фартука, пионерские горны и барабаны, тетради и дневники, памятные альбомы с фотографиями выпускников, открытки с трогательными записками, свидетельствами первой школьной любви. Сейчас это настоящее достояние ушедшей эпохи, а для Пестовской первой школы ее история в предметах, лицах, судьбах любимых учеников. Сегодня две с лишним тысячи выпускников с гордостью говорят о том, что учились в первой средней школе, и всех их здесь до сих пор ждут с распростертыми объятиями. И поздравить с юбилеем школы и дорогих сердца учителей приехали десятки уже совсем взрослых людей, в которых уже сложно узнать маленьких озорников. На праздничном концерте учителя, выпускники и нынешние школьники дарили друг другу творческие подарки. Весь педагогический коллектив вышел на сцену, чтобы исполнить учительский вальс. Сейчас в школе работают свыше 40 педагогов высокого профессионального уровня, причем большая часть из них – выпускники этой же первой Пестовской школы, вернувшиеся в родные стены после окончания институтов. Среди преподавателей заслуженные учителя России, отличники народного образования, почетные работники и обладатели наград Министерства образования страны. И сегодня их уроки посещают более 850 учеников. Спикер регионального парламента Елена Писарева от всей души поздравила педагогический коллектив и вручила ему благодарность председателя областной думы. Я вот была очень порадована той организацией вот этого вот процесса праздничного, который сегодня был. То есть 50 лет действительно вот люди вот отметили полувековой юбилей школы с представлением тех директоров, которые были раньше и пригласили их. И, конечно, это делает им большую-большую великую честь. Конечно, были выпускники, выпускники 69-го года. То есть вот это, конечно, было, ну вот просто вот поразительно, да. И, конечно же, это были выступления и тех ребят, которые сейчас учатся, и это достижение школы. Школа, она, конечно, у нас славится на территории нашей Новгородской области, потому что есть очень многие проекты, причем федерального уровня, которые ребята выигрывают, соответственно, участвуют в соревнованиях и привозят здесь очень много кубков, которые тоже видели. Ну и, конечно, история школы, которая сегодня была просто показана вот от момента ее создания до сегодняшнего дня, это заставляет уважать труд всех тех педагогов, всех организаторов, которые непосредственно работают. Ну и взаимодействие непосредственно здесь с разными структурами, это и с предпринимателями. Это, конечно же, и с властью муниципального района, с администрацией. Это, конечно же, непосредственное взаимодействие и с нашими уважаемыми ветеранами, потому что патриотическое воспитание – это очень важно для первой средней школы. Я видела неоднократно вот эти мероприятия, которые там проходят. Вы знаете, я была вот порадована действительно этим мероприятием. Также в Пестове Елена Писарева провела встречу по обращениям граждан. Письмо на имя председателя направил коллектив местного водоканала. В нем работники сообщили, что предприятию угрожает банкротство. Но после личного разговора со спикером областной думы выяснилось, что проблема не столь серьезна. У руководителя организации заканчивается срок пребывания в должности. И как раз это вызывает беспокойство его коллег. В предпосылок к банкротству абсолютно никаких нет. Есть только вот один этот личностный вопрос, который мы сегодня обсудили. И, в принципе, я так вот предполагаю, что пришли к единому выводу о том, что необходимо делать. Ну и, соответственно, люди ушли. Я так думаю, что спокойные, довольные. И, соответственно, я уверена, что на этом предприятии все будет замечательно и хорошо. Ведь для нас самое главное, чтобы жители нашей Новгородской области, работая на любых предприятиях, чувствовали свою безопасность, чувствовали защищенность. И, соответственно, чтобы они с удовольствием ходили на работу и были уверены в завтрашнем дне. Добавим, что на этой неделе Елена Писарева вновь работает в районах области. Об итогах очередных рабочих визитов и других событиях в законодательной жизни региона мы расскажем в следующих выпусках программы «На вашей стороне». Это была программа о законах. О тех, кто по ним живет и о тех, кто их принимает. Увидимся на следующей неделе в четверг на Новгородском областном. Будьте здоровы, берегите себя и читайте законы. Это интересно. Продолжение следует...